В учреждения закрытого типа инфекции попадают только из-за забора. Путей немного с прибытием этапированных через сотрудников колонии, родственников осужденных и передачи. При прибытии осужденных в наши учреждения и других учреждений УИЗ, они помещаются в карантинное отделение, разобщаются в разные помещения. Срок наблюдения 21 день. За это время у новичков проявляется симптоматика большинства заболеваний. На случай выявления признаков инфекции в колонии оборудован изолированный бокс. Туда помещают заключенных до отправления в медицинское учреждение. На входе в каждое помещение установлены дезинфицирующие барьеры. Оборудованы помещения локтевыми дозаторами, в которых находятся антисептические средства. Ежедневно на всех объектах учреждения проводятся дезинфекционные мероприятия. Чтобы исключить проникновение инфекции извне, сотрудники колонии несли службу круглосуточно, по 14 смен подряд. Они приезжали на храняемый объект, то есть сдавали анализы на отсутствие коронавируса. После проведенных экспертиз при отрицательном анализе на коронавирус, то есть сотрудники заходили на охраняемый объект, службу несли здесь, так называемый вахтовый методом. И без того закрытое учреждение изолировали от внешнего мира. С конца октября прошлого года по март нынешнего полностью прекратили все свидания с близкими. С приходом весны пришли и долгожданные послабления. В настоящее время разрешено получение осужденным родственникам свидания, также получение посылок и передач. Названные мероприятия проводятся в соответствии с установленными правилами, с соблюдением всех необходимых мер. Долгосрочное трехдневное свидание возможно только при предъявлении родственниками осужденных справки об отсутствии коронавируса. А самих заключенных после встречи помещают в обсерватор на 14 дней. Некоторые из них всерьез опасаются заражения и планируют привиться. Слушаю ваш вопрос. Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос по поводу вакцины. Хотел бы задать вопрос по поводу вакцины. Сколько компонентная будет вакцина? И какие периоды от вакцинации до вакцинации? Прививать будут по желанию, пока препарат в колонии не поступил. Провести вакцинацию заключенных в исправительных учреждениях планируют до декабря текущего года.